Добрый вечер! После матчевой пресс-конференции главный тренер хоккейного клуба Словом, Милошу Ружико, несколько слов, убери, пожалуйста. Ну, как сегодня мы это имали в начале, так его окончали без сердца, без души хоккейного клуба. Не знаю, какой-то причин, если боялись фаворита. Мне первые два периода вообще не понравились. В третьем чуть-чуть там что-то в начале играть, но такую ошибку мы не можем сделать 20 секунд до конца. Я думаю, мы не потеряли минимум очко за это. Но в целом, можно сказать, поблагодарить хозяина и сказать, что он заслужен победить. Спасибо, и главный тренер СКА Сергей Зубов. Поздравление. Действительно неплохое было начало, контролирую игру, но неприятная тенденция за вторую игру подряд. Мы теряем концентрацию. Важный момент игры – начало и конец периодов. И сами себе устраиваем главную боль. Победа есть победа. Мы все равно рады. Но мы будем работать над маленькими нюансами. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Life78. Сергей, с победой. Скажите, пожалуйста, что с Вячеславом Войновым, он его сегодня не был в составе? И действительно, что делать? Какие слова говорить, когда команда ведет в счете и потом в начале третьего периода сразу же упускает преимущество? Спасибо. Слава немножко приболел. Он скоро будет в строю. Здесь, наверное, не слова, а здесь надо просто выходить и, как я уже сказал, не терять концентрацию. В любой момент игры. Еще вопросы, пожалуйста. Милаш, здравствуйте. Рады вас здесь видеть. С каким сердцем вы приезжаете в Петербург? Это первый вопрос. И второй вопрос. Выиграть в СКА для вас принципиально? Более принципиально, чем с любым другим соперником? Конечно, я рад приезжать всегда, потому что здесь много друзей, много людей. Такие вспоминания очень хорошие. Теплое. Что это матч принципиально, я не могу сказать. Да, конечно, мы хотели продолжать серию. Хотели с таким соперником, как СКА, чтобы играть хорошие. И я думаю, нам не повезло в этом. А что за меня? Нет, за меня каждый матч принципиально. Потому что мы сейчас приближили плей-офф, а мы бы его хотели играть. Но с такой ответственностью за команду, тяжело будет. Спасибо, Господи, за днем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Милош. Скажите, пожалуйста, вы сейчас тренируете игроков европейцев, не русских. Вам легче с ними работать? Или нет? И мы привыкли вас видеть с Андреем Патрищуком в паре, в тандеме. Почему я сейчас с вами не работаю? Андрей, со мной работаем всегда в России. У него работа была. Как я взял работу в словах, так у него работа была. Вопросы по игре, пожалуйста, прошу, задавайте. Сергей Александрович, вот сегодня СКА удивил появление Владимира Федосова на тренерской ладке. С чем оно связано и какие у него функции будут в вашем штабе? Марин Иванович появился не случайно. У нас много сборников, в том числе защитников. Он усилит работу с нашей обороной и непосредственно защитником. Сергей Александрович, вопрос вам. По ходу третьего периода Бучневич отправился в третье звено, а Широков в первое. Это говорит о том, что продолжается поиск оптимальных партнеров для кончика. Он отправился не в третью, а в четвертую звено, Широков в первое. Мы по-прежнему ищем оптимальные связки и, опять же, мы смотрим, кто играет лучше, кто играет хуже. То есть, пока уровень Бучневича, все то, что он показывает, вас не совсем устраивает? Пока. Да нет, все устраивает. Опять же, в определенные моменты ты пытаешься контролировать его. Вопрос вам. С чем сегодня связано непоявление Барри Браста в воротах, который в последних шести три матча засушил и насколько довольны сегодня Майклом Гарнетом? Первый момент, что ему надо чуть-чуть отдохнуть, потом много матчей. Другой момент, что Гарнету тоже надо дать место какое-то. Третий момент, что ему чуть-чуть что-то сделал плохо, поэтому мы решили 100% здорового вратара поставить. Оценить Гарнет так, конечно, за него было тяжело. После таких матчей, которые Браста и Соловьи вступили, я думаю, что он сделал свою работу. Сергей Александрович, продолжение темы, наверное, появления у Варьера Флесова. Сегодня Антон Белов, наверное, исполнял четвертого нападающего полматча. Там очень часто подключался, за ним такой не войдет. Связаны ли с этими перестановками такие смены функций? Нет, мы всегда просим защитников участвовать в атаку. Тенденция к современному хоккею. И последний вопрос, пожалуйста. Опять начнем. Сергей Зубов вопрос. Сергей, близится плей-офф, надо определяться с вратарем. А сейчас играют то Шестеркин, то Лежов, то Коскинен. Кто же все-таки станет на баланс? Ротация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова